Плотно у ворот Нестеренко, футболисты сборной страны, находятся, как они там взаимодействуют. Сейчас контр-атака, удар по воротам будет и гол! Мяч влетает в ворота Юрия Нестеренко. Вы посмотрите, какой прекрасный гол. Два защитника висели на футболисте и он нанес удар. Казалось бы, в этой ситуации вратарь уже должен понимать, что мяч летит в определенную узкую зону ворот, потому что остальная часть закрыта защитниками. Но вот сам поборолся, выиграл борьбу, протащил мяч вперед игрок сборной и Иван Олейников открывает счет в этом матче. Счет становится 1-0 в пользу сборной нашей страны. 1-0. 1-0. И это произошло на 11-й минуте матча. Иногда эти замены связаны чисто с тактической системой подготовки футболистов. То есть никак не связаны с игрой. Опасная атака сборной России! 2-0! Вот это да! Гол, который забивает сборная России, используя опять же ошибку. Ошибку волгоградской команды. В очередной раз волгоградцы пропускают в первом тайме два мяча. Очень хорошая сейчас была опять же атака и... Ну, вернее, контратака. Давайте посмотрим. Передача назад. Возникает обрез. Футболист использует шанс сделать пасть в штрафную площадь. Гамит Агаларов уходит вправо. И в итоге голевую передачу отдал Иван Галанин, а забил Гамит Агаларов. 2-0. Сборная России ведет в матче. Ушли защитники волгоградской команды. Сейчас есть шанс забить! И Ротор! Ротор забивает мяч на 48-й минуте. Ну что? Отличная передача. Как-то в этой ситуации защитники не помешали Камилю Мулину. Смотрите, какая передача, которую сделал Евгений Песегов. Сначала Мулин подыграл себе ногой. Казалось, что там легкое повреждение у него правой ноги. Но ошибся на выходе. Ткачук. В отсутствие Виталия Денисова постарается далеко бросить. Тоже вот на угол вратарской. И сейчас удар головой. А вот здесь удар и мяч в воротах. 2-2. Ротор забивает мяч в ворота сборной России Ю-20. Автор забитого мяча, вышедший на замену, Голиадор команды Мухаммад Султонов. Ну что, 2-2. Повторение результата матча с Камазом. Но играть еще 11 минут. Голиадор команды Мухаммад Султонов. b